Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас на нашей программе вебинаров Центра Сэфер после небольшого перерыва. Мы снова с вами. И у нас сегодня в гостях Сергей Белоусов, научный сотрудник, старший научный сотрудник и кафедры Иудаики, института страны Азии, Африки, МГУ, создатель република Никудену и автор одноименного учебника. Да, Сереж? Да. Да, я с радостью передаю тебе слово. Дальше властвуюшь ты. Да, всем добрый вечер. Если вы внимательно смотрели на то, на что подписывались, то вы наверняка видели кавычки вокруг названия вебинара и лекции. Они там не случайны, потому что мы не будем говорить о том, как несчастный иврит страдает от того, что с ним творят самые разные люди. А поговорим о том, что лингвистик может увидеть в том самом, что с ним творят самые разные люди, и насколько это плохо может подходить под понятие ошибки с бытовой точки зрения. Вообще отношение к ошибкам бывает самое разное у людей. И если мы посмотрим, например, на то, что происходит в интернете, то можем увидеть, как как-то раз, а может быть и не раз, Академия языка иврит устроила в своих социальных сетях опрос, попросив подписчиков написать, что их больше всего бесит, раздражает в том, что творят современным ивритом, что творят, собственно, сами эти подписчики современным ивритом, их знакомые, и получили массу гневных, восторженных, воодушевленных самых разных комментариев. Но если бы на этот же список кораблей посмотрел какой-нибудь лингвист, он вряд ли бы пришел в такое воодушевление, как эти самые подписчики, и увидел бы в этом вполне ожидаемые, иногда не очень, но вполне объяснимые так или иначе явления. То есть ничего удивительного там не было бы. Не надо демонизировать, конечно, лингвистику, и считать, что лингвист обязательно стремится испортить прекрасный, какой-то идеальный язык. Наоборот, лингвист может относиться к языку тоже очень трепетно, но относиться к ним как к объекту изучения – это совсем иное. У меня есть хороший пример, он, правда, про русский язык, из книжки про русский язык, но он очень подходит к этой теме. Максим Анисимович Карангаус в книжке «Русский язык на грани нервного срыва» пишет так, что «Не хочу снова вставать в позицию просвещенного лингвиста и объяснять, что русскому языку особые беды не грозят. Не потому, что эта позиция неправильная, она правильная, но она не учитывает меня же самого, как конкретного человека, для которого русский язык родной. А у этого человека имеются свои вкусы, предпочтения, а также, безусловно, свои болевые точки». И он приводит пример, очень всем хорошо знакомый, в отношении еврита, может быть, не так показательный, если проводить параллели, но все равно понятный. Например, как лингвист я с большим интересом отношусь к русскому мату, считаю его интересным культурным явлением, которое нужно изучать и описывать, а вот как человек я почему-то очень не люблю, когда рядом ругаются матом. И вот это вот как раз противопоставление как лингвист и как человек оказывается очень важным, потому что человек может не возлюбить какое-то изменение или явление, происходящее в языке, может стремиться его искоренять из своей речи, из речи окружающих, поучать людей, как правильное ударение ставить, или там, что вот так не говорят, а говорят, наговорить надо иначе, например. Но отрицать существование этого явления при этом, наверное, не может. Лингвист же при этом стремится описать это, увидеть это явление, зафиксировать и объяснить, почему оно возникло, к чему может привести, если, возможно, хоть какое-то предсказание сделать. И задачи законсервировать какой-то самый идеальный, условно-правильный язык у него нет. На самом деле с консервами лингвистика тоже дело имеет, это мертвые языки. В случае иврита у нас, конечно, для этого имеется довольно большой объем информации, потому что у нас есть иврит, 3000 лет истории иврита, которая сегодня воспринимается как мертвый этап. Это библейский иврит, выделяемые пласты в библейском тексте, архаический, классический, переходный, поздний. Мишнаитский иврит, средневековый, просветительский. Понятно, что эту классификацию можно дробить больше или как-то, наоборот, упрощать, но так или иначе это почти 3000 лет история существования языка, доступного для изучения. Но в то же время имеется живой язык, современный иврит, возрожденный, у которого история гораздо более короткая. С мертвыми языками и живыми вроде бы с одной стороны все понятно, но в рамках нашей темы надо понять, чем же они отличаются, чтобы потом перейти к ошибкам в современном языке. Отличие в том, что мертвый язык – это закрытый корпус текстов, то есть на нем ничего не создается носителями языка. Мы можем что-то сочинять на латыни, есть те, кто подражает библейской поэзии или чему угодно любому древнему мертвому языку, но это подражание, это не то, что создается носителями языка. Поэтому у нас имеется ситуация закрытого корпуса текстов, но в случае библейского иврита, понятно, это просто «танах». И воспринимается это как язык, в котором нет ошибок уже. То есть все, что написано, уже написано, оно уже имеет право на существование. Если открыть грамматику, какую-нибудь грамматику библейского иврита, то мы, скорее всего, найдем там набор правил и какие-то исключения, которые выкинуть из текста уже нельзя, они уже даны, но они описываются как исключения, не говорится, что так неправильно, она говорится, что «а вот бывает вот так». Ну, например, у Гезенюса, да, там мы можем найти, что правильно-правильно вот-вот-вот, но потом идет список. А вот в этих вот стихах вот то-то-то-то дается. В живых же языках ситуация иная. У нас имеется порождение текстов, устные письменно, но даже в случае иврита, не говоря про более крупные языки, у нас каждый день порождаются миллионы, если не большее число какого-то текстов, маленьких, больших, устных и письменных. Так, порождение таких текстов всегда связано с какими-то вариациями, отклонениями, потому что у каждого человека все-таки свой язык в голове, свои какие-то предпочтения, опять же, свои знания относительно того, как должен звучать или выглядеть, если на письме язык. И поэтому ошибки множатся, и возникают все новые и новые. Ошибки накапливаются и фиксируются в языке. Но дальше как раз подойдем, посмотрим, какие ошибки бывают, чтобы понимать, про что нам интересно говорить, а про что не очень сегодня. Посмотрим, потому что неправильно бывает разным. Посмотрим на две группы примеров, взятых примерно из головы. То есть некоторые из них встречались просто в процессе преподавания, некоторые в процессе изучения иврита, но это не какой-то специальный список, который отражает ситуацию идеальным образом. Просто два примера, две группы примеров. Сначала, например, такие. Если мы с вами где-нибудь увидим такое сочетание, как Драхим Арухим, мы поймем, что, скорее всего, человек, который это написал, ивритом владеет как языком выученным, или, скорее, недоученным, потому что форма Арухим тут совершенно невозможна, потому что слово Дерех, во-первых, женского рода, поэтому окончание будет от у прилагательного, а во-вторых, в этом прилагательном должен быть Дагеш, то есть Драхим Арукот. Или, например, Эм Эйнам Амру. То, что вполне может написать студент на втором курсе, который выучил слово Эйн в качестве замены слова Ло, но недоучил правила, согласно которым он, это отрицательное слово, не используется в сочетании с прошедшим временем, и поэтому можно сказать только Эм Ло Амру, а Эйнам категорически невозможно. Или такая штука тоже, которая регулярно встречается, наверняка каждый, кто учил Эйврит, когда ты ее делал, для того, чтобы было. Тут срабатывает аналогия с родным языком, с русским или каким-нибудь английским тем же, где в целевых предаточных используется форма прошедшего времени, для того, чтобы было. Тогда как в Эйврите в такой конструкции обязательно употребление именно будущего времени. Ну или Аматос Нохе, пример, наверное, теоретический, но тем не менее, глагол Линхот, инфинитив, похож на глаголы, похож на то, как выглядят инфинитивы глаголов с последним слабым, типа Ликнот. Ликнот, Коне, Линхот, хочется сказать, некоторые Нохе, хотя должно быть Нохе, потому что там Тау Корневой. Это первая группа. Теперь посмотрим на вторую, а потом сравним, поймем, чем они отличаются. Вторая группа такие штуки, как, например, Мимизман, это как раз то, что в комментариях в Академии Массо написали, и вообще то, что хорошо известно. Так действительно говорят, значение с давних пор. Издавна. Хотя достаточно вообще-то было просто Мизман. Не нужен второй мем, не нужен второй предлог ми. Или, например, есть ли это Сефираде? У меня есть эта книга. Мне имеется эту книгу. С одной стороны, абсолютный бред, на первый взгляд. С другой стороны, наверняка, любой, кто учил иврит, и что-то знает про разговорный иврит, в курсе, что это звучит очень часто. Говорят, наверное, скорее так, чем как бы то ни было иначе. Или, например, имя дать это отшива, аите, что-нибудь такое. Если бы я знал ответ, я бы что-нибудь, да, условная нереальная конструкция, в которой вначале стоит условный союз им, но если мы посмотрим на правила литературного иврита, то увидим, что надо говорить или специальный союз, который только для нереальных условий используется. Тем не менее, так массово, действительно массово, очень широко говорят, пишут, совершенно не стесняются, потому что стесняться на самом деле нечего. Но с точки зрения учебников это неправильно. Или иешенет, форма она спит, вместо иешена. Когда-то кто-то из коллег рассказывал, что к нам приезжал очередной израильский преподаватель на кафедру и читал какой-то короткий курс лекции по вечерам. И студенты на следующий день после лекции пришли и вопили, что она разговорит иешенет вместо иешена. Как можно, как можно, ну, после чего выяснилось, что студенты выяснили, что потому что так действительно говорят. Это неправильно с точки зрения нормы, с точки зрения правил Академии ЗК и ВРИД, которые зафиксированы или любого учебника, но так действительно массово тоже говорят. Может быть, не так массово, как если это сэфер, но это широко употребимо. Или там они, я, во, я приду, вместо они, а, во. У этого всего, у этих ошибок есть какие-то объяснения. Но в чем разница между этими двумя группами в том, что есть ошибки и есть ошибки в кавычках. Первая группа – это ошибки, которые скорее делаются характерны для речи иностранцев, то есть для тех, кто иврит учит или выучил или не доучил, смотря уж на каком уровне он остановился. Это ошибки, скорее, редкие, единичные. Если они встречаются в речи, например, израильтян самих, то они будут редкими, единичными. Такие штуки, потому что это, в общем, не характерно. Та первая группа, которую мы рассмотрели. Это могут быть опечатки, оговорки, то есть какие-то случайности, которые плохо поддаются какому-то объяснению. Тогда как то, что мы ставим в кавычки ошибки, характерны будут для речи носителей языка, они будут скорее регулярные, ну, более или менее, опять же, да, то есть если вы можете найти в интернете, скажем, 100 употреблений какого-то неправильного, неправильной формы, то это уже не мало, на самом деле, это уже какая-то тенденция, пускай и не тысячи, и не миллион. И это не должны быть опечатки, если мы говорим про печатные, например, примеры какие-то. Так вот, это не какой-то, опять же, не какой-то закрытый список всех характеристик, тех ошибок в кавычках, которые нас интересуют, но это то, где они точно будут проявляться. Это речь носителей языка, потому что если ошибку делает носитель, то это значит, что на него влияют какие-то факторы скорее глубинного характера. иностранец просто может, ну, или человек, для которого язык не родной, может язык просто не до конца не доучить, может быть не уверен в том, что он прочитал, может что-то перепутать. А носитель языка вообще ошибки делает по другим причинам. Это у него происходит, потому что что-то на него влияет, скорее всего, в случае тех ошибок, про которые мы как раз сейчас дальше будем говорить, это что-то, это как заложено в самой системе языка. То есть в языке срабатывают какие-то действующие силы или противодействующие силы, которые приводят к тому, что некоторая норма, которая казалась непоколебимой и обязательной, начинает сдвигаться, размываться и в какой-то момент пропадать вообще. Давайте как раз коротко еще посмотрим на то, какие движущие, как раз такие, сдерживающие силы в языке могут быть. Вновь это не закрытый список, но это то, что так или иначе действительно есть, и то, что нам сейчас понадобится при рассмотрении каких-то конкретных уже примеров из современного еврита. Ну, в частности, мы можем, во-первых, такая триада трех тенденций. Тенденции к семантической, умные слова, сложные, с первого раза беглые, если прочитать, наверное, может быть, не будет понятно, но мы сейчас посмотрим на них и поймем, в чем дело, когда все три прочитаем. Значит, тенденция к семантической мотивированности, опять же, написано это семантически, одинаково, кодировать, тождественное, а семантически различное по-разному. Кодировать имеется в виду оформлять каким-то образом грамматически, то есть, например, падеж — это кодирование, то есть падеж может быть именительный или какой-то, а в языках, где его нету, соответственно, он никак не выражается, но там может быть, например, предлог какой-нибудь или что-то еще в том же еврите. У нас нет показателя дательного падежа, но есть предлог ле, который указывается не только на направление, но в частности на датив. Направление датив не случайно, конечно, рядом, но так или иначе, падежа в чистом виде нету, но идея дательности может выражаться. Одна из главных тенденций вообще в языке и в нашей теме — это тенденция к экономичности, то есть язык стремится нейтрализовать семантические противопоставления, если не могут быть восстановлены косвенным образом. Иными словами, наш мозг, на самом деле, наш ленивый мозг считает, что мы слишком много суетимся, не только когда бегаем на работу с работой и в метро катаемся, но и когда мы говорим. С его точки зрения, во-первых, и так уже все понятно, в голове-то нам понятно, что мы хотим сказать. Зачем же такие сложные формы строить, вообще зачем говорить, наверное, но до такого не доходит наш этот самый мозг, но упростить всегда все стремится. Ну, смотрите, мы можем сказать такое предложение по-русски. Если собеседник понимает, что ты говоришь, можно так делать. Мы использовали три инфинитива, и, в общем-то, все понятно. Да, собеседник наш может немножко зависнуть на пару секунд и все-таки дешифровать это. И тут вопрос. Эти пару секунд критичны для нас в диалоге? Если да, тогда мы будем, если собеседник понимает, что ты говоришь, тогда мы будем использовать все эти глагольные правильные формы. Если нам это не критично, то можно ляпать, как получается, и всем будет нормально. То есть экономия может быть такая. Экономия может быть чисто фонетического характера, когда мы стремимся упростить дикое количество гласных и согласных, которые мы произносим. Те, кто говорят практически безгласных на русском, те, кто говорят практически безгласных на русском языке, есть такие люди, да, вот это примерно то самое. Все гласные или все гласные, как это во многих языках бывает, начинают стремиться превращаться в шва постепенно, что такое невнятное. Если мы говорим про изучение иврита, то это очень заметно в какой-то момент, что люди начинают все инфинитивы современного иврита произносить на сначальном ле. Не важно, что там ла, шува, например, лешува, лехтова, везде этот э, такой вот, который шва собственно и передает, начинает звучать. Экономичность, то, что понятно же, что инфинитив, какая разница, какой там гласный. То есть мы стремимся упростить произношение, а шва, которая находится в трапеции гласных в серединке, оказывается едва ли не самым простым для произношения звуком, ну, может быть, после А. Хотя и то, смотря в какой ситуации. Ну и есть тенденции к различительности, то есть различать такие противопоставления, которые косвенным образом восстановить трудно. Тут речь идет про семантические противопоставления, но на самом деле это касается не только семантики, в области фонетики мы тоже можем вполне себе замечать, ну и в разных других пластах языка. Эти три штуки мотивированность, экономичность, различительность, они одновременно и двигают, то есть мы стремимся к этому, но и сдерживают друг друга. Если у нас будет максимальная экономичность, идеальная экономичность, если мы будем просто молчать, то, скорее всего, нас никто особо не поймет. Если наоборот, мы будем выражать все-все-все-все-все значения, которые только можно, например, мы будем к слову добавлять суффикс или там окончание и падеж, и род, и число, и одушевленность, и я не знаю, что еще, и какой-нибудь класс и что-то еще, получится огромная форма, что может быть, что абсолютно неэкономично, и возникнет вопрос, насколько это нужно. То есть языки так или иначе всегда стремятся ко всем трем этим, используют все эти три тенденции, но одна начинает сдерживать другую. И когда происходит такое напряжение, оно не может быть вечным, то есть что-то начинает сдвигать тенденции к экономичности, начинает преобладать в какой-то области или в каком-то вопросе грамматическом. Наоборот, мотивированность семантическая начинает преобладать в каком-то другом аспекте языка. Окей, кроме этого, еще такие заметные, в том числе в случае эврита, штуки, это грамматикалидация и лексикализация. Грамматикалидация это когда какое-либо слово, имеющее свое значение, значение, как нормальное слово, существительное, например, глагол, теряет это самое значение, полностью или частично и начинает выражать что-то другое. Но если мы посмотрим на тот же самый русский язык, то если, скажем, давайте пить чай, давайте, глагол давать означает вручить кому-то что-либо. В предложении давайте пить чай мы никому ничего не вручаем, мы скорее, наоборот, приглашаем человека присоединиться к нам и совместно заняться чайпитием, никто никому ничего не дает. то есть глагол давать прошел путь грамматикализации и стал показателем кагарстатива, то есть приглашения к совместному действию, совершению совместного действия. Вы говорите примеры грамматикализации простейшие, например, предлог B и слово маком смехути, меком. Мы получаем форму бимком вместо чего-то, по-русски тоже, да, в это предлог, место, это слово место, но вместо это еще один предлог, это не лексическая единица, это не лексема, да, это не существительное уже, по крайней мере, это еще один предлог. И то же самое в вреде происходит. Или, например, глагол омед означает стоять в настоящем времени, но если мы в третьем предложении Дани омед лаву гаэрэв, Дани собирается прийти сегодня вечером, он встает, чтобы прийти, вот он уже встал и сейчас придет. Это будет, опять же, грамматическим, уже никакого состояния тут нету, но есть идея, что он планирует, намеревается что-то такое совершить, какое-либо действие. То есть новый глагол прошел грамматикализацию и является показателем планирования, намерения ближайшего какого-то действия. Или, скажем, слово мутав разрешено, но вообще буквальное значение это развязанный. Можно вспомнить русскую аналогию, мы все-таки на этом языке говорим, поэтому обращаемся к нему за примерами. Развязать кому-то руки, значение позволить делать что-то. И в иврите такое же произошло похожее изменение. То есть мутар стало использоваться в значении модального показателя возможности. Можно войти в мутарликанэст, понятно, что можно иначе тоже это выразить, но в частности вот так. Поэтому грамматикализация очень богатый источник самых разных новых грамматических форм в языке, но не единственный. Есть такая штука как вторичная словоформа. Например, давайте посмотрим пример из библейского иврита, увидим, что там тоже все не так уж идеально, как кажется, а потом перейдем к нашему первому примеру из современного языка и рассмотрим, что там происходит тоже в связи со вторичными словоформами. Если мы посмотрим на предлог, возьмем библейскому иврителю в классической грамматике предлог B и инфинитив шфот, тот самый библейский инфинитив, который без начального префекса, мы получим форму бешфот, что можно перевести как судя или осуждая, можно перевести идея причастива по-русски. Не обязательно так, но в частности. Есть предлог ке, ке и шфот даст нам форму кишфот. Если мы возьмем предлог ле и все тот же основу шфот получим лишпот. Вот у нас имеется бешфот, кишфот, лишпот. Три штуки, три предлога, которые имеют одинаковую голосовку в оригинале и смотрим на итоговую форму. Во всех трех случаях у нас первый классный превратился в и по правилу шва Мирахев, который и в библейском в правильном современном иврите действует. Мы получили вместо двух шва подряд, двух подвижных шва подряд, мы получили какую-то малую голосовку и шва, который не читается после него. Биш, фот, киш, фот, лиш, пот. Но при этом в двух случаях у нас звучит ф, бишфот, кишфот, а в третьем случае лишь пот звучит п. В чем причина, как это можно объяснить? Можно объяснить, потому что формально, что биш, что киш, что ля, одинаковые предлоги с точки зрения фонетики и структуры, в них нет ничего принципиально различного. Почему же лишь пот, а в остальных случаях легкий дагеш не появился? А потому что форма лишь пот, которая воспринимается как инфинитив самостоятельный, не предлог, ля инфинитив отдельно, а как целая форма инфинитива, видимо, в силу своей частотности, стала восприниматься как особая форма в языке. То есть у нас есть макор на туи, спрягаемый инфинитив в библейске, макор, мухлат, абсолютный инфинитив, и есть то, что сегодня называется шемполь, то есть инфинитив с современной точки зрения, тот, который имеет предлог ле. И форма, в которой должна была быть лишь фод, получила другой вид, потому что реинтерпретировалась как самостоятельная отдельная форма, не сочетание ле и шфод, лишь фод, а самостоятельная единица, которая перестала поэтому помнить свое происхождение из двух шва, а воспринимается как отдельная форма, в которой у нас есть закрытый слог, лишь после которого должен появиться легкий догеж. И он и появляется, лишь фод. Ну вот, точно так же наш первый пример это ситуация издавна. Вновь, дальше будет меньше, но еще немножко русских примеров. Например, в современной русской речи и устной, и письменной мы можем нередко найти такие странные, не очень, может быть, приятные кому-то примеры, но они есть, так массово говорят, как, например, вовнутрь. Вообще-то, внутрь достаточно, да, он зашел внутрь, но многие пишут и говорят вовнутрь. Зачем? Вроде и так, внутрь куда? Зачем? Мы узнаем чуть позже. Или, например, напополам, и даже на напополам тоже встречается, что-то чаще, что-то реже, но оно правда встречается. И, в общем-то, вы видите, что и во внутрь, и на пополам в принципе устроены одинаково. У нас есть в внутрь, и еще раз в добавляете во внутрь. Пополам это уже деление на две части, но еще раз на добавляется. Или, например, есть такая штука даже как из издавна. Это очень странно, но вот примеры с какого-то случайно первого уже взятого сайта. Розмарин из издавна используется в фитотерапии. Так действительно пишут. Ну или совсем прекрасный пример это слово торец. С торца здания. Но если посмотреть, как люди пишут, это редко, но это встречается, и это очень смешно, и в то же время показательно. Люди начинают писать, например, со с торца здания. Или недавно ходившие в интернете картинки через торца здания. Вход через торца. Все, конечно, посмеялись насчет входа через торца, но это вновь некоторое изменение, которое на самом деле очень хорошо отражает то, как язык устроен. У нас фактически ситуация такая. Было существительное торец и предлог с торца. То есть мы знали с какой стороны. Потом с торца стало восприниматься как скорее не с какой стороны, а откуда. Как некоторый единый элемент. Где? Может быть, скорее, как единый элемент с какой-то стороны. Откуда? Потом она стала восприниматься теми людьми, которые не в курсе, что это такое, которые только слышат что-то непонятное и как-то его интерпретируют. Стала восприниматься как где? С торца это где-то. Где-то с тыльной какой-то стороны. Наверное, так можно это сформулировать. А если с какой-то стороны, то это небольшой один шаг остается до того, чтобы потерять идею с какой-то стороны и оставить просто какую-то сторону. То есть с торца стал восприниматься как где? Как где, а как что? С торца это оно. Оно с торца. Соответственно, если вход будет через это оно, будет либо через с торца, либо со с торца здания. Итак, мы получили вот такую вот штуку в русском языке. Она редкая пока что, но вот несколько примеров уже в интернете находится. И это только что то, что в интернете находится. Мы не можем проверить все сотни миллионов говорящих на этом языке, как они это произносят. Наверняка этих примеров будет гораздо больше. Теперь смотрим, что вы врите. У нас имеется такое сочетание, как предлог ми и слово зман время. Мы получаем мизман, у которого два значения. Это полисемичная форма, это либо давнее время, то есть давно, когда, либо с давних пор. мы можем сказать я уже давно, с давних пор хотел купить эту книгу. Или можем сказать я там был давно, то есть в давнее время. Казалось бы, это очень экономично, та самая тенденция к экономичности, потому что слово одно, значение два. Оказывается, что все наоборот, и экономичность вообще-то по-другому устроена. То есть два значения для одного слова это слишком много. И происходит тоже размытие, которое мы видели на примере старт создания, старт создания или изызда, на которое, кстати, похоже на это. То есть форма мизман начинает терять свою связь с прошлым. Оно больше не воспринимается как предлог ми из слова зман, а воспринимается как одно слово с двумя значениями полисемичными. И вот язык начинает почему-то потихоньку избавляться от полисемии. То есть сначала давнее время оказывается главным значением, а с давних пор ну где-то так размывается, а потом она пропадает вообще. И мизман начинает означать в сознании многих людей только некоторую идею давности. Давно, в давнее время или просто давнее время. Но потребность сказать с давних пор уже давно никуда не девается. Людям все равно надо выразить эту идею так или иначе. Что происходит? Происходит в общем-то то же самое, что мы видели в русском примере. То есть мизман давнее время. Мы добавляем к этому с давнего времени, получаем ми и мизман и получаем форму ми-мизман. Не факт, что ее вообще надо хоть как-то огласовывать, потому что это не является принадлежностью литературного языка, но так действительно массово говорят и пишут. И мы получаем два слова мизман, которое забыло свою связь с предлогом ми и означает давнее время, и ми-мизман, которое означает с давних пор. На самом деле, опять же, если еще раз обратиться уже напоследок в этом случае к теме, в рамках этой темы к русскому языку, то мы можем посмотреть на то, как в русском настроении есть слово давно, есть издавна и есть с издавна, с издавна. То есть такое же наращение, которое, в общем-то, никакого смысла не добавляет. Ну и с издавна в новой версии стало из издавна. Опять же, я не могу сказать, что я состал, что через два года все будут так говорить. Может быть, наоборот, это забудется, а может быть, так единицы какие-то и будут писать. Но примеры издавна имеются. Люди действительно так иногда говорят. И причина этому именно в том, что форма перестает восприниматься как форма издавна, в случае русского языка, перестает восприниматься как форма с давних пор восприниматься просто как давно. С давних пор нам надо добавить с. Получаем с издавна или издавна. Ну и в аврите аналогично. Мизман давнее время какое-то, ми-мизман с давнего времени. А то, что мизман это уже с от времени, это забывается. Многими, не знаю, не могу сказать статистически, тысячами, миллионами или десятками людей, но это действительно весьма распространено в современном аврите, в речи и устной, и письменной. Причем, опять же, говорили чуть раньше про опечатки, в письменной речи может быть кто-то два раза мем просто написал случайно, такое может быть, но в устной речи, а это часто звучит, очень часто звучит, в устной речи, конечно, никакого случайного повторения ми ожидать, наверное, невозможно в случае современного иврита, и мы наблюдаем, поэтому, точнее, мы, наверное, объясняем это именно тем образом, которым я вам сейчас это сделал. Окей, это была первая ситуация, просто один такой красивый пример, он не единственный, есть и другие случаи, когда предлоги наращиваются друг на дружку, но просто как вводная некоторая иллюстрация, давайте посмотрим на что-нибудь другое, ну, например, условная конструкция, любимая тема у многих, и потому что она очень прозрачная, и в ней очень хорошо видно, какие действуют тенденции, какие противодействуют. Если мы посмотрим на нормативную ситуацию преобразования реальных условий, то там всегда используется союз IN, после которого может стоять любая форма индикатива прошедшего, настоящего, будущего времени, если ты придешь, если ты приходишь, если ты приходил, то я тебе открывал дверь, например, неважно, какое время, тут свободно можно употребить любую форму, все будет понятно. Если же условия нереальные, то в литературном иврите, в нормативной ситуации мы должны использовать специальные союзы, например, лю или илю, или люлей, некоторые другие. Люлей и другие воспринимаются как архаичные сегодня, израильтяне их, если они их слышат, многие поднимают по очереди одну и другую бровь и спрашивают, из какого века вы вылезли, но, в общем, опять же, в письменном иврите это существует. Но это именно нормативная ситуация нереальных условий, как пример, например, если бы я встал раньше, то вовремя пришел бы на работу, прибыл бы, добрался бы до работы. Неважно, раньше работа, это совершенно нас не интересует, нас интересует грамматическое оформление условной конструкции. Если глагол, ну и вторая половина, то глагол, то на иврите обычно не выражается, но идея вот этого так или иначе имеется. У нас есть специальный союз, который указывает на «если бы», у нас есть прошедшее время в обязательном порядке, либо форма синтетическая, то есть «камти», или можно «хаидькам», это тоже прошедшее время будет, а во второй половине без вариантов будет глагол «хая» и форма настоящего времени. Поэтому «илю» некоторая форма прошедшего времени, та или иная, и во второй половине, там, где следствие из условия, обязательно глагол «хая» в какой-то форме и настоящее время. В чем проблема? А в том, что эта конструкция, это условие нереальное оказывается очень избыточным и срабатывает стремление к экономичности в современной речи. А что здесь избыточного? А то, что мы фактически два раза указываем на то, что условие нереальное. «Если что-то там, то ты бы что-то там делал», например. Вот это вот «бы» достаточно один раз выразить на еврейте. «Если бы что-то там, то ты бы что-то делал», по-русски это обязательно. А на еврейте, в общем-то, в современном языке это оказывается не так. Многие, никто не считает, но люди, которые говорят на языке, понимают, что им достаточно подтверждения того, что это нереальное условие, при помощи, они могут эту идею выразить при помощи сослагательного наклонения во второй половине предложения. А я и в настоящее время. То «бы» происходило что-то. Что-то происходило «бы». Что можно сделать? Можно упростить это предложение. Глагольная форма оказывается обладающая более высоким статусом, ее нельзя изменить, зато союз специальный теряет свой смысл. У нас «ило» в разговорном языке не используется практически, никогда вместо него есть пальцы и получится что-то вроде «им, айди каму, дам и тер, айди могила, вода базман». Если бы я встал раньше, я бы вовремя приехал на работу. Почему именно это? Потому что глагольная форма, во-первых, во второй половине изменить мы не можем никак, тут никакого альтернативного варианта не предполагается, то что-то происходило «бы». Здесь это важно. В первой половине предложения «им» и прошедшее время стыкуются. Это оказывается очень удобно для иврита, для говорящих на иврите, потому что на самом деле мы не часто, ну, сами подумайте, про то, как вы говорите на любом языке, мы сравнительно не часто даем реальные условия про прошедшее время. То есть если в дверь стучали, то я что-то делал. Мы строим такие условия, но все-таки редко. Обычно, если ты что-то сделаешь, то я что-то сделаю в ответ. Если что-то происходит, то я что-то делаю. Мы, как правило, реальные условия строим про то, что происходит или то, что произойдет, то, что может произойти. Но то, что могло бы произойти, скорее действительно завязано на прошедшее время, на вот эти вот формы сослагательного наклонения. Поэтому им с прошедшим временем оказывается не очень, может быть, внятным сначала условием. То есть им камт и мук дам и тер. Если я встал раньше или вставал раньше, вроде бы непонятно, реальные условия или нереальные. Но вторая половина предложения, которая обязательно будет, то я бы что-то делал. Сразу показывает, в иврите, сразу показывает, что речь идет о нереальном условии, и этого оказывается достаточно. То есть тенденция к экономичности оказалась преобладающей в данном случае. И вместо специального союза и специальной глагольной формы мы оставили только одну специальную глагольную форму, а про специальный союз забыли. Это не всегда так срабатывает. Опять же, это не какое-то универсальное правило. Но в случае условных конструкций произошло так. В каких-то других случаях говорить двойное маркирование чего бы то ни было может происходить. Это не обязательно всегда и во всех областях произойдет. Но это не единственное. Казалось бы, все прекрасно, экономичность сработала, что еще для счастья нужно. Но есть и другие действующие силы, про которые мы с вами уже говорили. Например, тенденция к семантической мотивированности, которая была названа раньше. То есть, что одинаковое с точки зрения семантики должно выглядеть одинаково. Ну, условно говоря, что множественное число должно быть похоже на множественное число. Слово, вы говорите, окончание им и от для разных частей речи, для причастия, для существительных, прилагательных будет указывать на множественное число, а не какой-нибудь префикс или что-нибудь еще. То есть, они должны быть похожи сами на себя. Так вот, а есть еще такая проблема, как ирреальность. Не реальные условия, а ирреальность с точки зрения грамматики. Ирреальность – все то, что чего не было, чего нет, ну и будет или не будет, неизвестно. Вы говорите, такие значения очень часто выражаются будущим временем. Ну, например, можно самые простые примеры привести. Все, кто доучил иврит до уровня бет, наверное, знают, что глаголы запросов, пожеланий, требований, после которых ставится союз ше, требуют дальше будущее время. То есть, он попросил, чтобы я пришел, буда рашене, а во. Будущее время обязательно будет стоять. Он потребовал по-русски, он потребовал, чтобы я пришел, л, прошедшее, а на иврите он потребовал, чтобы я приду. Примерно так воспринимается. Не воспринимается, а дословно, если переводить. Или, например, к дэйше, тот самый, который мы уже исправили чуть выше, для того, чтобы что-то было, для того, чтобы что-то будет на иврите. То есть, все то, что может произойти в будущем времени, скорее маркируется именно формой будущего времени. И условные конструкции не сбежали этой участи. И, опять же, это маргинально, но можно найти такие штуки, как вот такой пример. Если мы отправимся бы, если достаточно переводить, в машине времени назад, куда мы попадем? Это реальный пример, не знаю, откуда уже не помню, я его давно вырвал, но вполне реальный пример, который написал кто-то на иврите. Он не единичный, но, тем не менее, я скорее назову их маргинальными, такие примеры, потому что это не массово происходит, но происходит. То есть в данном случае почему-то восстанавливается условный союз для нереальных условий с будущим временем. То, что в литературном иврите категорически невозможно, мы не можем дать союз ИЛУ и форму отличного прошедшего времени, довольно нового. Тем не менее, в разговорном языке и в письменной разговорной речи, да, интернет позволяет нам это делать, писать речи, это происходит довольно регулярно уже, и, казалось бы, можно было сказать, ну, мало ли кто это написал, три человека на деревню, перепутали что-то, все бы ничего, но нас всегда аналогия с другими языками немножко как бы просят притормозить, типа, не надо таких поспешных решений. Не потому, что другие языки лучше, чем иврит или умнее, а наоборот, потому что все языки, это все языки, в каждой языке естественный, имеет набор каких-то факторов и возможных изменений, которые в нем происходят, и это общее явление для разных языков, то есть разные языки в мире изменяются похожим образом, не обязательно полностью похожим образом, но мы можем найти в иврите какую-нибудь диковинную конструкцию и потом обнаружить похожую в языках полинезии и во французском, и больше нигде, или наоборот, есть то, что есть в 20 языках Европы, а потом смотрим на соседние страны, а там ничего подобного нет почему-то. То есть языки могут изменяться или развиваться похожим образом в разных каких-то аспектах, в каких-то различаться. Ну так вот, если мы вновь обращаемся к примерам из русского языка, то, опять же, не сердитесь, если вам это не нравится, так как это звучит по-русски, но это то, что в интернете нередко бывает. Например, мы можем найти вот такое предложение. Если бы мне скажут, что завтра на самом деле наступит конец света, то я буду продолжать сажать деревья. Это не единственный пример. Более того, я пару месяцев, ну не пару, несколько месяцев назад написал в чате человеку, что ему надо бы зарегистрироваться в университетской системе Истина. Я ему написал, надо бы тебе будет зарегистрироваться. Написал, отправил, потом смотрю на то, что написал, надо бы будет. Я понимаю, что в русском языке бы и будущее время вроде бы никак не сочетается. Тем не менее, я никак не мог обойти эту конструкцию, когда писал просто автоматически. Я не задумывался о том, почему я это пишу, зачем, но увидев, обнаружив, что что-то не так, стал думать, а почему. Потому что хотелось немножко сгладить давление на собеседника, выразить эту самую мягкость, которую русское бы позволяет выразить. потом полез в интернет, смотреть, что бывает, обнаружил, что, опять же, не массово, не миллионы, но люди пишут, если бы и будущее время, надо бы будущее время и разные подобные штуки. И в итоге этого оказывается очень похоже на иврите. У нас есть если бы, илю, и будущее время. То, что запрещено, еще раз говорю, в литературном иврите, в нормативном языке, но легко можно встретить на письме, по крайней мере. Может быть, на устной речи это не очень характерно, но на письме бывает. Наверное, можно пытаться объяснить, что многие знания, многие печали. Те, кто знают илю, не помнят точно, как оно употребляется, поэтому знания многие, но не полные. Но, тем не менее, это есть. У этого есть некоторая аналогия, как минимум, в русском языке. А значит, это уже, это же, как говорил Ганни-Пух, неспроста. Это может быть свидетельством того, что похожие изменения происходят сразу в двух языках, не связанных генетически, разноструктурных в довольно большой степени. А значит, это может быть свойством языков вообще. Это приятно, это интересно. И мы, опять же, видим некоторую условную ошибку, но у нее есть объяснение, а значит, мы не обязаны так говорить, может быть, наверное, даже не стоит так говорить и писать, или у НИСА, равно как и если бы скажут, мы не обязаны и, может быть, не стоит так произносить по-русски такие предложения. Но, если это происходит вокруг у кого-то и происходит более-менее регулярно, помните, он говорит, что это регулярно в речи носителей, значит, это о чем-то говорит. В данном случае это говорит о том, что происходит тенденция уже не к экономичности срабатывает, а тенденция к семантической мотивированности, то есть одинаковое и реальное, вы врите, начинает все больше и больше маркироваться именно в будущем временем. Это, в общем-то, красиво, на мой взгляд. Окей, поехали дальше. Третий пример, он, ну, если дословно пытаться переводить, мне имеется книгу, это тот самый «Если Эд», но не только она, вообще ситуация, связанная с постановкой «Эд» в современном разговорном, ну, или не литературном, по крайней мере, иврите. Иврит классический или нормативный, то есть не обязательно классический в смысле древний, а нормативный, современный, стандартный иврит, язык, в котором есть дифференцированное маркирование объекта. Объект имеется в виду прямое дополнение, то есть я читаю книгу, книга, в данном случае прямое дополнение. Кого что? В русском языке маркируется винительным падежом. Дифференцированное означает, что он может маркироваться одним образом, а может не маркироваться никак, или маркироваться другим образом. Но смотрите, у нас есть простейшее предложение. «Apple, correct, ton, слон читает газету». Слон у нас будет определенный в каждом случае, а вот газета будет разная. Слон читает какую-то газету. Окей, все прекрасно. Слон подлежащее, и тон, газета, объект, прямое дополнение. То есть по-русски мы сказали, «Слон читает газету». Если мы поставим артикль, «Apple, core, aiton», предложение будет некорректное. Эту ошибку исправляют обычно при изучении еврейта на уровне алиф, примерно довольно скоро после начала изучения еврейта, потому что мы часто пользуемся переходными глаголами, нам часто нужно прямое дополнение, и нередко прямое дополнение должно быть определенным. Поэтому мы очень рано узнаем, что так говорить неправильно, а правильно поставить перед артиклем еще частицу «эт». «Apple, core, ait, aiton». То есть у нас получается, что подежа винительного, конечно, нету, именно с точки нашего понимания подежа, то есть какого-то окончания, например, слон читает газету, а наиверите «этон», «этон» как был, так и остался. Но у нас есть некоторый характерный маркер, который ставится перед ним, чтобы показать, что это прямое дополнение. «эт» выполняет эту функцию. Ну и если мы оставим «эт» без артикля, то вновь предложение будет некорректным. «Apple, core, ait, aiton» тоже вычеркиваем, пишем, что выучите наконец эту тему, так нехорошо. У нас два примера правильных, два неправильных получается. Итого, мы видим, что «эт» может употребляться в только одной ситуации. Оно ставится перед грамматически определенным прямым дополнением, в том числе есть ситуации типа «этзе» или «этми», и некоторые другие. Есть разные примеры, но сконцентрируемся на том, что это прямое дополнение, которое должно быть определенным грамматически. Но в простейшей ситуации там должен быть артикль или суффикс местоименный. Следовательно, если у нас есть прямое дополнение, то у нас обязательно есть переходный глагол, а в других случаях невозможно. Но вновь у нас разговорная ситуация, разговорный язык огорошивает, и мы обнаруживаем такие… Слышите, не сразу обратимся к разговорному языку, посмотрим сначала на примеры даже из литературного иврита и из библейского. Например, «этстагайхи, это дратха», «мне понадобится твоя помощь». Ну, красиво звучит, красиво переводится, просто переводится, все нормально. Или библейский пример. «Баевале длаханоха» это ирады. «У еноха родился ирады». Все вроде бы ничего, но до поры до времени, пока мы не задумываемся над тем, что у нас имеются глаголы бенианов «идпаэль» и «нифаль», которые вообще-то в иврите непереходные. Сейчас, извините. Которые в иврите непереходные. А если глагол непереходный, то «эд» поставить не можем. «Идпаэль» часто выражает идеи пассивного залога или рефлексива или реципрока взаимного действия. «Нефаль» тоже все эти значения может передавать, не только их. Но, так или иначе, «эд» поставить мы не можем, то что глаголы непереходные. Но и опустить его мы вроде как тоже не могли бы. «Эдс» треходорасхаза звучит странно, потому что даже если «эд» мы опустим, все равно непонятно, как вообще глагол и существительное сочетаются. Потому что если глагол «гидпаэль», то у нас должно было быть подлежащим эта самая помощь. Типа «твоя помощь понадобится мне», а тут «мне понадобится», «я буду испытывать потребность в твоей помощи». На иврите получится «я испытываю потребность в твою помощь». Примерно так, если мы будем дословно переводить. Что-то не складывается. Казалось бы, однако, библейский пример, который второй, он библейский пример, мы не можем его исключать, он уже зафиксирован в истории. А первый пример это примеры современного иврита. И это тот самый глагол «гидпаэля», который в самых разных словарях, и даже если вы спросите Академию, она вам скажет, что да, он употребляется с прямым дополнением. Значит, что же делать? Смотреть на другие примеры. Например, «я никогда не приносил для этого фокусника». Снова «нифаль», «нишбати», определенное «швуатакусмим» и снова «эт». Первый вопрос, за что? Потом можно искать дальше разные примеры и обнаружить, что «нифаль» очень нередко, не то, что часто, опять же, но нередко употребляется именно таким образом. Или, например, «если это сэферазебабайт». «Еш» – это вообще не глагол, это частица дистанциальная, указывающая на то, что что-то существует. Получается, как бы «мне существует…» «мне существует эту книгу дома». Примерно так воспринимается, если дословно пытаться это передать. Это очень похоже на немецкое, «эзгейпт» и потом винительный падеж. Но в иврите с падежами во-первых, напряженка, во-вторых, с чего бы вообще ивриту немецкую конструкцию воспроизводить, причем разговорному ивриту современному, на который, конечно, разные языки влияли, но не настолько, чтобы такую важную деталь, как оформление прямого дополнения, например, или не прямого дополнения разных ситуаций, забирается откуда-нибудь. Даже если бы это был идиш какой-нибудь, с чего бы, нет такого влияния на иврите скорее все-таки не было. Но тем менее, это употребляется широко. Так говорят самые разные израильтяния, в том числе тех, которых можно назвать вполне себе образованными. Например, когда я ездил в Иерусалим и учился на иврите на последнем шестом уровне, то на занятии преподавательница хорошо говорила на правильном иврите, а на перемене тут же сообщила как раз вот это самое предложение, что эта книжка у меня есть дома. Если это сейферазе бабаит, сказала она, ну, я отметил для себя, что видно, как регистр переключается, правильный иврит и бытовая ситуация, но в тот момент не сделал еще никаких выводов, а потом понял, что вообще-то это вписывается в общую систему, как именно мы сейчас поговорим, как вписывается. Или, например, магия лоит кола дворлимаэля, ему, ну, причитайте, ему положены все эти вещи. Опять же, магия – это глагол пребывать куда-то, пребывать к кого-что, ему пребывать, ему пребывает все эти вещи, кого-что. Если мы будем пытаться это дословно переводить, получится совсем уж ерунда по-русски, но на иврите, если не знать, что так бывает и что так люди часто говорят, это тоже воспринимается довольно странным образом. Окей. У нас для того, чтобы с этим разобраться, придется вот посмотреть на такую страшную схемку. Она не такая страшная, когда мы в ней разберемся. Вы сейчас увидите, что это все не так сложно. Но нам потребуется несколько лингвистических терминов. Я их сейчас все прокомментирую и приведу примеры. Эта схемка – это строчки. У нас есть строчка, в которой одна буква «а», есть строчка, в которой есть «а» и это латинское «п», и есть строчка, в которой есть только «п». Три типа предложений. «а» означает «агенс», то есть некоторый участник ситуации, который активен, он контролирует процесс. Ну, например, «апиль, рад», «слон бежит». «слон бежит», он явно активен, он, будем надеяться, контролирует этот процесс. Он может в любой момент остановиться, опять же, будем надеяться, что ему это в голову придет когда-то. Но понятно, что «бег» – это то, что воспринимается не только эгритмом, но, наверное, любым языком, как процесс контролируемый. Окей, в то же время, например, «апиль, яшен», слон спит. Он спит, конечно, это все тот же слон, набегался, устал, бедненький, но процесс сна вряд ли нам подвластен. В момент сна мы мало что контролируем, кроме совсем уж каких-то примитивных физиологических особенностей организма, да, но мы зачастую даже снов не можем вспомнить, которые были, хотя наблюдаем их, участвуем в них, переживаем, страдаем, радуемся во сне, но зачастую я этого даже не помню. То есть процесс сна воспринимается как процесс страдальческий. Если агент, если агент, это то, где деятель контролирует процесс, то пациент там, где деятель над процессом не властен. Пациент как пациент, то есть он подвержен воздействию этого процесса, как бы мы подвержены сну. И есть предложение, в котором есть, условно говоря, переходный глагол. Есть тот, кто делает и тот, кто воздействует на кого-то. Например, «Апиль, корейтай тонн». Слон читает газету. Слон газету читает, а газета страдает. Газета подвергается воздействию чтения со стороны слона. Слон, опять же, агент, активный деятель, контролирующий свое чтение. Газета, ну, разве что в сказке Кандерсона может быть одушевленным персонажем, она явно страдает, даже если этого не знает. Итого у нас есть предложение, в котором будет только один глагол. Не один глагол, а одно действующее лицо, которое будет контролировать процесс, только кандерс. Будет предложение, где есть и субъект, и объект, то есть и подлежащее, и прямое дополнение с нашей точки зрения, то есть, и агент, и пациент. И есть предложение, в котором будет только пациент. То есть только страдающий персонаж или подвергающийся воздействию чего бы то ни было. Но вот это что бы то ни было не выражается. Зачем нам это нужно? Затем, что языки по-разному, опять же, оформляют вот эти самые агенсы и пациенты. Агенс может в первом и третьем случае быть просто подлежащим. Как правило, будет подлежащим. Во втором случае у нас скорее агенс будет подлежащим, а пациент прямым дополнением. То есть если мы посмотрим на русский язык, мы найдем, мы скажем, что оба агенса это подлежащие и одинокий пациент в конце тоже подлежащие. А пациент, который во второй строчке, он будет прямым дополнением. Вот это нас как раз сейчас и будет интересовать. Языки бывают разных структур. Мы посмотрим только на три, которые нас сейчас волнуют. Первый – это номинативно-аккузательные языки, то есть языки, в которых есть как бы именительный и винительный падеж или структура, которую можно соотнести с маркированием подлежащего и прямого дополнения, именительным и винительным падежом. Ну, понятно, это русские, самые разные европейские языки и, в общем-то, иврит, по крайней мере, нормативный тоже. То есть у нас вот эти вот все подлежащие маркируются именительным падежом, пациент, который подвергается вольдействию агенса, маркируется именительным падежом. Ну, опять же, да, слон под именительный падеж бежит, слон спит, слон читает газету. Газету – кого что? Есть языки трогативные. Это такая штука, которая распространена, ну, например, на Кавказе. Тут все наоборот. То есть агенс одинокий, пациент одинокий маркируется одним образом, и пациент при переходном глаголе маркируется так же, а агенс при переходном глаголе почему-то иначе. Это тяжело звучит, но можно привести простой пример по-русски. Ирогативные языки неплохо представить себе, если вообразить, что они не имеют переходности, то есть у них нет переходности, нет прямого дополнения, а они воспринимают такие конструкции, как пассивный залог. То есть мы, например, скажем, что слон бежит, слон бежит, слон спит, слон куплен Давидом. Давидом – это агенс, тот самый в серединке которой. То есть он маркируется не так, как слон, 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 слон бежит, слон спит, слон куплен, но Давидом маркируется иначе. Хотя мы по-русски скажем, что Давид купил слона, и это была бы именативно-аккузативная стратегия. Но ирогативная для иврит нам не важна как раз стратегия. Хотя, если посмотреть на разные умные книжки и статьи, то иногда говорят, что в библейском иврите имеются элементы, рудименты ирогативной стратегии. И насколько это правильно, мне кажется, что не очень. Мы сейчас посмотрим на третью стратегию, я вам расскажу, чем она хороша, в частности, для той темы, от которой мы немножко вроде бы отдалились, но на самом деле нет. Это так называемые активные языки. У них есть и другое название в этой ситуации, но это стратегия, которая очень хорошо семантически мотивирована. То есть у нас одинаковое маркируется одинаково, агенсы маркируются одинаково и пациенсы маркируются одинаково. Так вот, если мы говорим про иврит, что у нас агенсами является, что является пациенсами, вы видите, в случае, ну, того же примера со слоном, да, слон, пишет, слон читает гадету, он активный деятель, но при этом гадету, газета подвергается вод действию, и слон спит, он тоже не контролирует этот процесс. Здесь все по-разному маркируется в обычной ситуации. Ну, а теперь возвращаемся к тому примеру, который у нас был раньше, например, Я никогда не клялся, кого что, клятву, примерно так получается, фокусник или чародей, там, не знаю, какой контекст был. Оказывается, что add, который не является поддержным показателем, но употребляется при, в обычной ситуации, прямом дополнении, он вдруг начинает появляться и при глаголах, например, рефлексивных, типа нефаля, или, например, в конструкции обладания. Если это сэфер, есть вообще не глагол, но я обладаю книгой, книга подвергается обладанию мной, если, опять же, пытаться какую-то аналогию по-русски подобрать. И тогда оказывается, что такое маркирование в некоторых случаях именно пациента является одинаковым. Пациент при переходном глаголе я читаю книгу, слон читает книгу, у нас слон всегда, да, Апиль Коре Эт Айтон, слон читает газету, газету еще кто может, да, газета подвергается воздействию, я никогда не клялся клятвой, я клялся, но клятва тоже пооценится, она подвергается воздействию мной, она не является самостоятельным каким-то деятелем в этом предложении. Она тоже оказывается маркируема этим самым Эт. И все бы ничего, но мы же знаем, что Апиль Яшен не Эт Апиль Яшен слон спи, да, Апиль Яшен в обычной ситуации пациент одинокий в третьей строчке, который маркируется так же, как Агинсон, например. Что же делать? А делать тут надо очень простую вещь, надо их совмещать. Такое тоже бывает. То есть языки мира, не только иврит, самые разные языки, в которых так или иначе есть вот эта самая активная стратегия, очень редко используют ее как единственную и основную. Скорее языки воспринимают ее как, ну это не скорее, но зачастую, языки воспринимают ее как дополнительную, которая может проявляться в каких-то определенных случаях. Как бы такая расщепленная интранзитивность, если еще какие-то красивые слова научные подбирать. Но в каких случаях? Очень просто. Мы видим Эт только при определенности. То есть как только возникает определенность грамматическая, артикль или суффикс или что-то подобное, то в этом случае мы можем употребить Эт, но иначе нельзя. Зато ограничение, которое мы сформулировали изначально, что Эт употребляется только при переходных глаголах, оказывается недействительным. Тут опять же можно разные причины формулировать или искать, но факт остается фактом. Мы наблюдаем такие ситуации в разговорном иврите, наверное, все чаще и чаще. Не берусь прогнозировать, но похоже, что тенденция уже обозначена. И чем дальше, тем больше такого будет появляться, по крайней мере, конструкция Ешли-Эт употребляется очень широко, и подобные какие-то конструкции в случаях с Нефалем, Итпаэлем и так далее, это тоже уже нередко. Даже в литературе, в книжке Гроссмана, учебнике внутренней грамматики, там сообщалось, что Арон кашлянул, закашлялся свой кашель, примерно так, опять же, если мы будем на русский это переводить дословно. Вот вам вполне себе литература. Безусловно, роман напечатан в издательстве, 20 редакторов читало, тысячи читателей читали, автор думал, слова подбирал, как в мультфильме, в известном, да, цитата есть. То есть это намеренно явно используем, употреблено, если это даже в литературу проникает, причем не такую, где разговорный язык имитируется, у Гроссмана довольно, вообще-то, хороший ивред, то значит, что это снова же неспроста, это снова о чем-то нам говорит. В данном случае говорит о том, что в иврите есть случай, когда проявляется вот эта самая активная стратегия синтаксического кодирования. Почему это случилось? Это большой вопрос. В него мы вдаваться не будем, и не факт, что на него вообще можно найти однозначный более-менее ответ. Но факт, который имеется мы с вами объяснить, таким образом можем. То, что вы в иврите, безусловно, номинативно-аккузативная стратегия является основной, но с элементами той самой активной стратегии, если пользоваться именно этой терминологией. Окей, вот такая вот страшная история, но очень красивая, если в ней вникнуть, и красивая с точки зрения семантики, вот это самым кодирование синтаксического, это просто прекрасно. Значит, другая история, в которой, если мы будем искать русский аналог, мы его найдем, это «Я приеду» и разные тезы. Ну и была такая картинка, в интернете ходила, в которой приводят следующие диалоги. Наверное, этот персонаж говорил бы «Ласов» вместо «Ласов» «Ласов от Ах Бесер». Человек отвечает «Ани аво». Дальше идут грамматические комментарии. Как правильно произносить в будущем времени глагол «приходить»? Вот есть такой перевод на русский. Он не дословный, но он передает примерно ту степень раздражения, которую человек может испытать. «Так я приеду за тобой в 10, я приеду». «Нет, не приходи, я приеду». Тот же самый комментарий. «Приду», «они придут», «он придет», «она придет», «ты придешь», «я приду». «Кто все эти люди». Вот мы это видим. Аналогия очень красивая. В русском языке такая ситуация вполне вообразима. Мы можем представить такой диалог в WhatsApp, например. Но, опять же, в русском языке это одна ситуация. Откуда вы говорите, берется «они аво». Я несколько раз натыкался на объяснение. Они все довольно единодушны. И я к такому же выводу в какой-то момент тоже пришел. Потом понял, что это, видимо, консенсус. Кажется, про это кто-то даже писал. Но я не уверен, источник сейчас не приведу. Если когда-то найду, то постараюсь где-нибудь прокомментировать. Так вот. У нас бы такие разные тезы. Есть простезы. Это добавление звуков перед словом. Например, «тмоль», который вполне себе встречается как отдельное слово, вообще-то потом превратился в «этмоль», который мы используем сегодня в значении «вчера». То есть мы в наши дни используем это слово как вчера, но словом «тмоль» в современном иврите никто не пользуется, а вот «этмоль» используется. То есть библейский иврит, да и современный тоже не очень, не очень любил скопление согласных в начале слова. То есть «тм» подряд был нехорошо. Поэтому появился дополнительный гласный, который упростил произношение. Это не особенность только иврит. Это бывает в самых разных языках, но в иврите это просто характерно, потому что запрет на скопление согласных в начале и конце слова был действенен в самые разные этапы развития языка. Ну или, например, другое слово, которое той же структурой, той же, почти той же структурой обладает, вместо «цва», которое должно было быть, получился «этсба». «Эцба», точнее, в том одарении, которое было литературно, сегодня все говорят «этсба», но история именно такая, что «цва» стала «этсба», потому что, опять же, «цв» в начале было произносить, или «цба», наверное, даже начальное произносить было неудобно. Почему неудобно? Мы вроде произносим, никаких проблем. Это уже вопросы к древним евреям. Они, как вы понимаете, довольно давно вымерли, поэтому вопрос останется без ответа, почему именно так было, но по какой-то причине та фонетика, которая была характерна для их живой речи, не позволяла иначе исправить это слово. Они его исправили, вместили в какую-то нормальную структуру, разделили на два слога, на закрытый слог «этс» и другой закрытый слог «ба», а я не закрывал слог, но избавились тем самым от скопления согласных. Все вроде бы прекрасно. Это протезы. Это один пример. Есть метатезы, перестановки. И это все то, что все наши любимые ситуации, когда в «биняне» и «гидпоэль» первые согласные, шипящие, свистящие лица, и вместо «легистаппер», которое было, когда получили «легистаппер». Все, кто до уровня «бет», опять же, доучились, а некоторые на «алифе», в «биврите» с этим сталкивались и знают, как эти формы строятся, и наверняка знают причину тоже. Но это метатезы. И есть то, что называется эпентеза, то есть когда звук вставляется в середину слова. Есть, в частности, йотовая эпентеза. Там у меня дальше будет пример, но я сейчас его сразу приведу. Например, «Италия» в европейском произношении и в русском «Италия», где «Италия» звучит как полноценный согласный, хотя никакого «и» изначально там не предполагалось. Но он добавился, потому что вот это вот зияние, то есть «и» и «а» оказалось не очень хорошим для русской речи в какой-то момент. Добавился согласный, полугласный «е», потому что он похож на «и», и ставился между «и» и «а», и мы получили форму «Италия», где «е» звучит как согласный в середине слова. Ну так вот, и здесь у нас, в общем-то, то же самое. Исходная форма «они», «аво». Но если мы говорим, используем форму будущего времени «я», приду прямо, знаете, так хорошо артикулируя, расставляя паузы на месте пробелов «они», «аво». Все вроде нормально, но мы редко так делаем. Люди, которые говорят на языке, особенно на родном, как правило, говорят на нем сплошным потоком. Не обязательно очень быстро, но поток сплошной. Они не очень задумываются о том, чтобы ставить паузу между каждым словом, которое они произносят. Ну или мы произносим, неважно, какое подлежащее. И чем более беглая речь, тем более слитные, оказываются разные слова. Это приводит к самым разным явлениям, к ассимиляциям на стыке слов, например. Как и другой пример, просто чтобы вы видели, как поток речи влияет на то, что на самом деле произносится. Согласный «м» в конце одного слова и в начале другого в иврите сливается, происходит ассимиляция. Если мы с вами произнесем на иврите «люди», например, просят «анашим мэвакшим». Если мы поставим вот эту паузу «анашим мэвакшим», то мы услышим два раза «м». Если мы будем с вами говорить это быстро, или не мы, а особенно израильсяне, анашим мэвакшим, анашим мэвакшим, получится анашим мэвакшим. То есть если мы это транскрибируем, запишем транскрипцию, то мы напишем там ровно один «м», даже не удвоенный. Анашим мэвакшим, анашим мэвакшим. Примерно так получается. То есть на стыке слов это тоже может происходить. Никакой великой идеи в том, что слово написано отдельно, оно должно быть отдельным. Нету поток речи. Все расставлять по местам, сливать то, что надо слить, разделяет то, что надо разделить. В данном случае подлежащее они и его сказуемое аво оказывается слитными. Более того, у них даже ударение полноценное только одно, они аво. А они в лучшем случае имеют вторичное ударение. Так вот, они сливаются. У нас на стыке имеется зияние ио. И это вот то самое неприятное, что разные языки оказывается не любят зияние, то есть два гласных, ио, ау и так далее. Оказывается, что языки не любят не только европейские, но и иврит, например, тоже. У нас происходит вставка вот этого ие. Вот пример с Италии, как раз таки. Ани-я-во, 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 ани-я-во. В какой-то момент ани-я, и-я начинает превращаться и-я. И получается ани-я-во. Дальше человек не один, да, понятно, что это делает масса, это делает сотни тысяч людей каждый день, не замечая этого. Ани-я-во, в какой-то момент этот ие начинает восприниматься, осознаваться. Человек понимает, что он всегда так говорит, а значит, писать тоже надо так. Получается, ани-я-во, ани-я-во, ани-я-во. И дальше это переходит в орфографию. То есть в какой-то момент люди начинают так писать. Особенно это, конечно, заметно на современном этапе, потому что интернет вообще способствует тому, что люди пишут так, как слышат. Опять же, да, мы сразу напрягаемся и понимаем, что кто-то в школе не доучился правила Ж-Ши через букву И писать, если пишет через И, но интернет раскрепощает, позволяет это делать. В случае еврита проблемы с Ж и Ши нет, но есть разные другие проблемы. Вот, например, Юд начинает писать. Пример можно найти в библейском иврите, опять же, и сферкеном. Имя Даниэль сегодня огласуется как Даниэль, делится на Даниэль и Эль. Но в библейском иврите мы обычно видим форму Даниэль. Кто самое? Опять же, Даниэль и Эль остаются все теми же самыми. Даниэль и Эль, который Бог. Но стык ИЕ превращает эту форму в Даниэль. То есть снова происходит та самая йотовая пентеза, то есть добавляется согласно полугласный Е, на стыке двух слов, в месте, где происходит зияние, то есть последовательность двух гласных подряд. Хотя, несмотря на то, что там даже есть Альфа, например. Окей, вот такая вот красивая тоже история с примером даже из библейского иврита, который показывает, что иврит может быть современный и возрожден, и не то, что очень похож на библейский во многих аспектах, но все-таки мы видим даже в рамках разных исторических эпох существования одного языка какие-то подобные явления. Это сразу тоже заставляет задумываться. Либо мы можем предполагать, что система языка в большей степени сохранилась, чем была, либо это приятная неожиданность, но это тоже всегда радует. Если что-то случайно происходит в двух разных местах, независимо друг от друга, значит, это не случайно, значит, это характерно для разных языков или даже для одного языка в разной эпохе развития. Окей, дальше. Посмотрим еще на один пример. Он тоже фонетический, тут две проблемы написаны, но это один пример на самом деле. Не один, а одно объяснение будет. Значит, например, как говорят, и яшенат, ну, уже сегодня этот пример видели, как надо, и яшена. Это не единственная такая проблема. Не только глагол яшен имеет искаженную форму настоящего времени, искаженную, опять же, по сравнению с нормативной грамматикой, с тем, что мы можем найти в словарях, в таблицах глаголов на сайте Академии, где угодно. Есть некоторые другие глаголы состояния, например, гадель, расти, у гадель и гделя, он растет, она растет. Но многие говорят, гадель, гаделят, и не только говорят, но и что нам удобно пишут. Потому что, как говорят, статистику собрать сложнее, а на письме и при поиске по субтитрам, например, мы можем многое, многое нарыть. Окей, ну так вот. Яшен просто, который яшен в разговорной речи, это просто красивый пример, удобный, и он действительно очень на слуху. Ну так вот, с чем здесь может быть связана проблема? С тем, что фонетика иврита современного заставляет людей предполагать какие-то отклонения. То есть, если мы посмотрим на объяснение вот этой формы в самых разных источниках, мы часто найдем, что вот это глагол настоящего времени, и поэтому он начинает приобретать форму настоящего времени. Это, в общем-то, логично, но, с другой стороны, почему он должен это принимать именно такую форму, почему он не может принять, почему он не может оставить форму исходную, почему вообще такой распространенный глагол, глагол «спать», в общем-то, широко используется, люди его слышат с самого рождения, почему он вдруг вообще начинает видоизменяться. Но я скорее предполагал бы тут влияние фонетики, мы сейчас к нему придем. Но сначала посмотрим, сделаем шаг в сторону, таким, чтобы потом красивым кругом вернуться сюда, и посмотрим на то, что происходит в Биняне-Хефиль. Биняне-Хефиль в современном иврите часто видоизменяется и превращается в Хефиль. То есть, Гу-Хер-Гиш, например, он чувствовал вместо Гу-Ир-Гиш. С чем это может быть связано? Ну, здесь как раз вот на примере с вторым как раз видна та самая экономичность, стремление к экономичности, про которую мы опять же говорили сегодня раньше. Я вам уже приводил пример про речь, в которой нет гласных, в которой нет гласных, и мы увидели, что зачастую в сознании многих людей, не в сознании даже, я не знаю, в том центре, который за язык отвечает, оказывается, что экономичнее не произносить что-то или произносить примерно. То есть, оказывается, что такой самый какой-то простенький самый нейтральный гласный, который не требует напряжения, оказывается удобным для произношения. Есть такая штука, как трапеция гласных, мы про нее сегодня говорили, тут трапеция в связи с вверху в библейским эвритм и огласовками, а внизу в связи с современным эвритм, но неважно, базовая вещь остается на тех же местах. Гласный И это верхний подъем, гласный А нижний подъем. Что такое подъем? Это, конечно, связано больше на самом деле с мышечной активностью, но мы можем это на примере костей проверить. Если вы скажете И и подставите ладонь под нижнюю челюсть, то после этого произнесения А вы обнаружите, что ваша челюсть давит на руку и А, она ее опускает. Верхний подъем это И, нижний подъем это А. Это не только челюсть, это еще раз говорю, это то, как у нас в принципе устроены мягкие ткани внутри рта при произношении этих гласных, но и язык в частности, но так или иначе верхний подъем это И, нижний подъем это А. А это удобно, челюсть отвисла, кричимым громким, дурным голосом громко А, это удобно, потому что громко отпускаем челюсть, получается хороший призыв или что-нибудь еще, с какой целью мы это парим. А вот гласный И оказывается напряженно, нам надо поднять, все поднять, челюсть поднять из пола, нам надо напрячь связки, напрячь ткань, мягкие ткани во рту, и это оказывается очень сложно с точки зрения нашего, опять же, того самого ленивого мозга. Он считает, что ну куда уж, куда это все, зачем, опять же, напрягать язык, это сложно, это неудобно, по его мнению, он не будет этого делать, ему станет чуть-чуть легче вот кому, где-то там, внутри в голове. В случае, например, гласного У или О, все попроще, тут губы работают, не так надо сильно внутри рта что-то делать, а вот И это неудобно, это очень тяжело. И происходит стремление, гласный опускается, он постепенно начинает ползти вниз, не столько в сторону А, сколько в серединку, в сторону шва. То есть на самом деле это не Эргиш, а гласовку я поставил, в виде циголи, условно, на самом деле там шва вообще, ну Эргиш, 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 если совсем уж это как-то грубо произносить, шва это тот звук, который в русском слове корова звучит в конце, корова, вот такой же, он не совсем И, он не совсем И, не совсем, не совсем ничто, он средний между всем, он действительно средний, да, вот как здесь рисован, и вот он таки там и проявляется, то есть уэргиш, уэргиш, там нечто такое вот не очень звуэтное и звучит вместо уэргиш, которое должно быть по правилам, опять же, та же самая Академия Зикаврит иногда выпускает публикации, в которых призывает произносить именно так, но она может призывать сколько угодно, а форма, которая удобнее для произношения, будет, конечно, в языке долго существовать, а может быть, и всегда. Кроме того, есть еще дополнительные факторы, которые как бы ну, узаконивают ее существование в языке с точки зрения говорящих на иврите, потому что есть формы, в которых Э обязательна, ну, опять же, те, кто в прошедшее время изучали, знают, что в меняный хифиль в случае первых хэт корневого там должен быть Э обязательно дать его Эх лит, он решил не хих лит, а именно Эх лит, потому что хэт гортанный, он тоже гортанные звуки произносились опять же так, что у нас все потихонечку начало опускаться, а значит, от И к этому опущенному самому Х было переходить неудобно еще в древности глубокой, и глаз И тоже начинал сползать. И мы получили опять же то, что получили, ну, или смотри, как это было образовано, может быть, ситуация была немножко иная, но это одно из возможных объяснений. Вот, и тем самым у нас есть форма Эх лит, с которой никто не спорит, есть форма Эргейш, в которой ее же удобно так произносить, значит, так произноситься она и будет, по мнению тех, кто вообще какое-то мнение на этот счет испытывает, имеет, а по большей части люди, как вы понимаете, никакого мнения это не имеют особого, они просто говорят, они говорят так, как им удобно, до тех пор, пока собеседник их понимает, а он зачастую и говорит так же, все в порядке. Если же собеседник начинает подскакивать, говорит, что нет, это Бенян Гефиль, в нем первый слог закрытый, в нем, ну, и так, начинает давать грамматическое объяснение, которое дает преподаватель на уроки еврейта как второго языка, то человек напрягается и может быть в какой-то момент обратит внимание и станет говорить иначе. Но это далеко интересно, да, так же, как и, не знаю, каким-нибудь ударением, например, в любом языке, где ударение вообще есть. Кто-то, не знаю, говорит, ржаветь, потому что в старых словарях так было, но почти все говорят ржаветь. Тот, кто говорит ржаветь, вряд ли может убедить современных носителей русского языка, что надо делать именно так, потому что новые словари, если даже обращаться к авторитетным источникам типа словари, потому что словари ржаветь дают как уже единственные формы основную. Наоборот, скорее, люди, которые говорят ржаветь, человеку, который говорит ржаветь, начнут его посмотреть косо, и в какой-то момент он, может быть, издастся, скажет, ладно, не важно, что там было написано в старых книжках, буду говорить, как все. Такое может произойти. Так вот, что же с глаголом спать, если мы возвращаемся к нему? Здесь ситуация немножко иная, а в то же время похожая. Вопрос, который можно задать самим себе, как мы вообще помним какие-то слова в голове? Конечно, иврит, язык удобный, модельный, и те, кто его изучают, знают, что вот схемку расписали, квадратиков понаставили, вписали, как корневые буквы, получили, ох, сразу готовая форма, все прекрасно. Ну, конечно, в голове у нас никаких квадратиков нету, а уж у тех, для кого иврит родной язык и подавно, но тем не менее, что-то там все-таки есть. Можно ли предположить, что у человека в голове хранятся все глагольные формы, например, для каждого глагола? Ну, крайне мало вероятно. Можно ли предположить, что для каждого глагола имеется ровно одна глагольная форма, а потом израильтянин, который в школе, может быть, парой занятий иврита прогуливал или спал на них, не все, но условный человек, который совсем не отличился на занятиях иврита ничем, можно ли считать, что он, имея в голове только одну глагольную форму, например, словарную форму, Яшан, он спал, может по неведомым каким-то дорожкам, по неведомым каким-то путям построить все остальные формы в рамках той схемы, которую он действительно, опять же, как мы уже решили, проспал, например. Наверное, это тоже невозможно представить. Я скорее сказал бы так, что для глаголов, которые более частотны, в голове держатся какие-то несколько базовых форм, большее количество базовых форм, в которых человек точно уверен. Глаголы менее частотны, наверное, будут запомнены в виде каких-то, опять же, менее явных или в меньшем количестве форм. Так вот, лишен инфинитив, который всем понятен, Яшан, Яшанти, я спал, все формы понятны. В настоящее время Яшен. Так вот, Яшен форма правильная, но опять же, это Яшен требует некоторого напряжения. В беглой речи вряд ли кто-то будет сильно уж прям так артикулировать, Яшен. Яшен, Яшен, Яшен. А там, конечно, есть, но он тоже такой, знаете, немножко в шва начинает стремиться. Так вот, а второе, это когда что-то стремится в шва, израильсянин, наверное, среди, опять же, вот этот условный, не среднестатистический, но условный, наверное, он понимает, что гласный какой-то там изначально вообще-то был. Ну, так вот. А вторая проблема, что вокруг, можно предположить, я не говорю, что это главное, что это правильное объяснение, но оно, опять же, одно из возможных. Он знает, что есть такая штука, как московское произношение, для иврита оно может быть не характерно, но редукция происходит. Человек слышит, что гласные немножко сдвигаются. Он, опять же, этого не осознает, но он говорит на этом языке, он это все-таки так иначе отмечает как-то. Гласные могут сдвигаться, значит, надо что-то поправить. А как поправить? Как глагол, он же понимает, что это настоящее время. Он даже знает беньян каким-то чудом. И вот благодаря этому он и восстанавливает парадигму обычного глагола в беньяне по аль. То есть, как ломед, котев, йошен, получается. То есть, йошен, ломед, он будет делать ломед, йошен. Фактически это пример то, что называется гиперкоррекция, то есть исправление, которое не нужно. Йошен было нормально. Оно не стало йошен полноценным шва. Оно все-таки, а ну, это что-то такой сомнительный какой-то звук. Лучше его уточнить, а уточнить можно по аналогии с какими-то глаголами. Дальше, если мы посмотрим на похожие какие-то формы, то мы увидим, что в случае глагола йошен, йошен форма или йошен это употребляется. Годель, прости, годель, годелет. Так тоже встречается и не только так, есть и другие глаголы, в которых это есть. Но такой же структуры, как йошен, га, дель обладает и прилагательное. Например, кавед или раев голодный, когда прилагательное используется. Кавед, тяжелый. Оно не превращается в ковед. И никто не делает форму коведет. Всегда кведа. Почему? Ну, вновь можем разные предположения сделать. Можем решить, что, например, эти формы просто очень хорошо на слуху. Ну, на слуху, то есть, с точки зрения, они хорошо зафиксированы где-то в мозгах. Это один вариант. Второй вариант, что для говорящего на языке оказывается важно какая-то часть речи. Он понимает, что в прилагательное ковед будет скорее иметь окончание прилагательного, а глагол при части настоящего времени скорее имеет свое характерное окончание. Действительно, большинство глаголов в рите в настоящем времени имеет в женском роде окончание отставом. Котев, котевет, медабер, медаберет, нитлабеш, митлабешет, нихнас, нихнесет и так далее. А прилагательное чаще имеет окончание а. Гадольг, дала, адом, адума, хахам, хахама. И получается, что этот фактор, частеречная принадлежность, тоже начинает влиять на выбор формы. Мы понимаем, что глагольная форма скорее будет иметь окончание тава, и это медианпуаль, скорее там будет гласный опырьму. Ломедед, ешенед, форма кодца дна. Но при этом кавед прилагательное, скорее будет окончание а, кведа, никаких проблем с каведед, никакого не создается, никаких проблем с тем, чтобы образовать форму, похожую на прилагательное, нормальное, тут тоже не возникает. Ну, это уже довольно... Тут много предположений в этом объяснении, однако оно тоже возможно. Ну, вот, мы посмотрели на вот эти вот несколько примеров, на пять ситуаций. Это далеко не все, что есть в иврите, конечно, и далеко, может быть, даже не все из этого очень характерно, может быть, что есть более яркие какие-то примеры. Это просто несколько примеров того, что можно вот сходу из головы придумать и увидеть, что то, как на иврите говорят и пишут даже носители этого языка, может не соответствовать нормативной грамматике. тому, что написано в разных собственных пособиях учебных или описаниях опять же нормативного языка. Так не говорят дикторы, так не говорят, как правило, преподаватели на занятиях, но так говорят десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы людей иногда. А значит, если так говорят миллионы людей, то это, во-первых, не случайно, во-вторых, у этого есть явно будущее, а если что-то не случайное, чего-то есть будущего, это неплохой повод посмотреть на это явление пристальнее и попытаться выяснить, а почему это возникло. Как только мы обнаруживаем, что это не всеобщая выпиющая неграмотность, а вследствие каких-то процессов, которые происходят в языке, процессов изменения, каких-то действующих сил, все тех же тенденций к экономичности, например, или это процесс грамматикализации, который наблюдается в каком-то случае, или образование вторичной слабоформы, исправление от полисемии, сразу это явление перестает восприниматься ошибкой без кавычек. Мы эти кавычки сразу ставим, назвать ошибкой просто, но надо помнить, как мы уже рассмотрели сегодня, что ошибки есть разные. Есть те, которые действительно ошибки случайные, которые не воспринимаются людьми как норма, как разговорные нормы не воспринимаются, а есть те, которые настолько широко употребимы, что и оказываются забещающими, если так можно сказать, место, то есть самый правильный из большой буквы исходной формы. На этом я сегодня останавливаюсь. Если какие-то вопросы, то, пожалуйста, давайте. Сереж, большое спасибо. Друзья, у нас все очень демократично, и те, кто хотят задать вопрос, могут поднять руку, нажав специальный значок, и, собственно, задать вопрос голосом, или написать его в чате, если так будет удобнее. Вот у нас есть вопрос в чате. Да, вижу вопрос в чате. Что в русском языке есть понятие говора, региональных особенностей речи, грубо говоря, ваш пример речи безгласна, когда скажем о региональной особенности Урала. Есть ли что-то подобное в иврите современном? В иврите в любом языке, который шире, чем в одной деревне используется, есть какие-то локальные отклонения, но даже если мы, знаете, не сразу к современному ивриту, если мы посмотрим даже на библейский иврит, то увидим, что у нас есть как минимум несколько, например, систем огласовки, на что в одном месте одна в другом другая, возможно, они как-то по-разному это произносили. Например, то есть язык меняется не только во времени, но и в пространстве. В современном иврите это тоже есть, но в меньшей степени. Все-таки у нас на дворе 21 век, страна сравнительно небольшая, чисто географически, население плотное, активно общается, массовые средства, массовые информации. Это все очень способствует тому, чтобы язык начинал унифицироваться. Ну, на примере того же русского языка мы даже это видим, потому что наречия, конечно, остаются локально, но, словно говоря, живя в Москве, вы какие-нибудь окающие говоры, наверное, скорее всего, ну, по крайней мере, я понимаю, что миллионы людей, живущих в Москве, никогда никаких окающих говоров не слышали, наверное, даже по телевизору, потому что язык начинает унифицироваться, и русский язык в частности тоже. Иврит тоже. Какие-то отличия есть, но это скорее исторические некоторые, ассифарские, ашкенасские черты. Кто-то произносит большую иотацию в слове, например, в сочетании школы бейт-сефер, а кто-то в меньшей степени бейт-сефер. Но, опять же, это истоки, а и современный, как бы стандартный иврит начинает все это смешивать, унифицировать. Есть слова, в которых скорее будет звучать что-то похожее на и, типа бейт-са, например, эй-о-ба, а есть те, в которых не будет. Поэтому унификация происходит, и если какие-то отличия есть, то скорее они, я думаю, будут сокращаться и уменьшаться в количестве, чем наоборот. По крайней мере, опять же, география и социальная просто ситуация в Израиле не способствует тому, чтобы плодились новые какие-то акции, диалекты или говеры. Ну, говеры, русский термин, диалекты скорее. Окей? Спасибо. Никита, будьте добры, Никита Волькенштейн, ваш вопрос, пожалуйста. Да, здравствуйте. Сергей, спасибо большое за такую интересную лекцию. Она в таком легком таком темпе, очень приятная. Было очень интересно. Знаете, у меня таких два вопроса небольших возникло. Про эпентезы для меня вообще было как откровение, если честно. Что она существует? Нет, не то, что существует, а то, что так просто это на самом деле все объясняется. Потому что одно из объяснений, оно не единственное, это возможно. Мне кажется, это логично, мне оно очень понравилось. Ну, это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это очень опасно, потому что простое логичное объяснение может оказаться неправильным или... Ну, с другой стороны, мы находимся в сфере гуманитарных наук, тут объяснений может быть много, пока оно логично, оно имеет право на существование. Ну, конечно. Вот, я хотел такие вот два вопроса задать, узнать. Первое меня, что покоробило немножко в самом начале, называть мертвые языки таким вот консервами. Ну, и условно. Я понимаю, конечно. Нет, ну, Никита, в основном, это срабатывает все-таки арабистическое прошлое и настоящее, потому что классический арабский не воспринимается как мертвый язык. Библейский еврей, безусловно, не язык, на котором сейчас люди говорят. Поэтому он условно законсервирован, консервок, понятно, в кавычках, в такие кавычки, такие, как вам больше нравится. Да, я понимаю, да. Я просто немножко покоробило, да. Я просто слышал у Александра Поляна такой термин, он использовал, когда говорил про библейский еврей, как спящий язык. Не столько про библейский, сколько про еврей постбиблейский, скорее. То есть библейский, конечно, буквально все-таки он заснул вечным сном, потому что на библейском никто уже ничего не делал. Но все новые тексты, которые порождались действительно на протяжении последующих двух тысячелетий, они не позволяют назвать еврей полностью мертвым, конечно. То есть язык не использовался в повседневном общении преимущественно, но на нем создавались такие тексты, велась переписка между разными общинами, которые говорили на разных языках, и поэтому он вроде как не полностью вымерший, и в нем какое-то развитие происходит. Почему мы выделяем средневековый еврей, мишнаитский, на которых, опять же, это не языки в понимании английский или испанский сегодняшний, но они менялись, развивались. И в современном еврейте, в грамматике, в той же, есть смесь грамматики библейского иврита, морфология, в частности, есть значительная часть синтексиса взята уже из мишнаитского иврита, частично из средневекового. Ну, то есть каждый этап что-то привносил, современный иврит вобрал в себя искусственным образом все это, а потом уже, будучи возрожденным или воссозданным, как угодно, начал изменяться уже по своим внутренним правилам. отбрасывая то, что не нужно, упрощая что-то, привнося новую сложность, какую-то забывая свое прошлое, меняя фонетику по пять раз на век, и получили, что получили. Да, понятно. У меня вот такой вопрос, если можно, по поводу этих мертвых языков. Возможно ли рассматривать своего рода влияние этих мертвых языков или спящих языков, или других каких-то иностранных языков на современных ивритоговорящих людей, как такой один из факторов появления вот этих вот ошибок тоже в речи. Отчасти возможно, поскольку все-таки, опять же, среднестатистические пусть он теперь уже будет израильтянин, все-таки библейский текст знает довольно близко, если он не знает его именно прям дословно, но он все-таки с ним сталкивается и довольно немало на протяжении, по крайней мере, своей школьной жизни, то, конечно, и при этом язык ему явно до определенной степени понятен и близок, оказывается, да, все-таки грамматика во многом основана именно на той грамматике, морфологии уж точно, поэтому без словаря, в общем-то, понять можно. Возможно, какие-то устойчивые, которые явно на слуху, во время обучения просто приедаются, они могут влиять до определенной степени. Я очень не уверен, что это может делать мишнаитский еврит на людей, которые не занимаются мишной, или там полмудическим евритом, ну, или вообще толмудом, то хоть как-то, а если на них и влияет, то вряд ли они сильно могут влиять на остальных. Но библейский еврит, конечно, может как-то влиять, хотя повлиял он в первую очередь просто при воссоздании еврита вообще, потому что просто взяли всю морфологию практически, за исключением пары каких-то лишних форм, типа какого-нибудь будущего времени с перевертывающим вавом или абсолютный инфинитив выкинули за ненадобностью, а все остальное беньяны, пааль, пиель, нефаль и так далее, какие были, такие остались. Дагеш ставится там, где ставится, пускай мы его не слышим, но правила остались прежние. Поэтому повлиял он в первую очередь так, ну, а какие-то диковинные вещи, наверное, могут влиять. Хотя, опять же, скорее на письменный вред это все-таки влияет, потому что красивый текст Библии, я напишу сейчас тоже красиво, а говорить-то все будут просто, поэтому я думаю, что влияние есть, но, наверное, не очень сильно и скорее уже в прошедшем времени. Ну, это так для интеллектуалов скорее, да, то есть, может быть, сто процентов. Для меня это не важно, потому что так все-таки эти мертвые, так сказать, языки, да, они продолжают жить, то есть они все равно как бы вот манифестируют себя в нашей реальности. В определенной степени, понятно, что это все оба современного иврита, на котором говорят миллионы и библейского иврита, на котором не говорит уж буквально, наверное, как на родном языке, да, изучать одно, а говорить все-таки другое. Радо, что в рамках игры какой-то. Я могу представить, что в мире есть, не знаю, несколько человек, которых специально тайком в бункере вырастили и говорили с ними с детства на библейском иврите, в современной ситуации, но я надеюсь, что это фантазия. Жалко людей. Спасибо. И еще можно, пожалуйста, один вопрос. Вот по поводу метатезы. Очень интересно было бы услышать какой-нибудь пример, если у вас есть, может быть, что-то на слуху, вот такой вот ошибки связан, может быть, есть такие, нет? Нет, ошибки с метатезой в голову буквально не приходят, есть просто разные коверковые, коверковые, как даже сказать, не знаю по-русски, короче, искажения слов, которые, ну, скорее иностранные, которые не воспринимаются как очень понятные. Например, скажем, машаза вместо массажа, который используется, или круассон, который становится круассаном, не только по-русски, но иногда изредка вы говорите тоже. Да, то есть слова, которые непонятны, начинают как-то упрощать структуру. Тут нет метатеза буквально, но я думаю, что какой-нибудь пример, где она произошла, тоже можно было бы вырыть. Но это скорее иностранные слова, я думаю. Просто для меня очень такой важный, как для арабиста, такой вот вопрос, является ли слова, по сути, слово аравит, арави, метатезы от слова иври. Вот мне что очень интересует. Нет, я думаю, что это была бы народная этимология. Во-первых, это тоже не просто так. То есть метатеза должна произойти под влиянием каких-то факторов, опять же, да, у нас должна быть исходная форма, чем-то неудобно. Вот евреи, арави, что так, что так, это удобно, особенно если вы произносите Айн, как он в древности произносился, а никак сегодня не произносится никак. Нет никакого повода, никакого повода, по крайней мере, я тут не вижу. Ничего неудобного вроде бы не замечается. Спасибо. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо. Спасибо, друзья. Еще вопросы, пожалуйста. Если сейчас, пытались. Да, да, ну, если нет. Окей. Окей. То да, Раба, значит, спасибо всем тогда. Было интересно рассказывать что-то в сэфере, а то я обычно только и в ритве, да, тут все-таки хоть что-то такое рассказать. Это здорово. Спасибо. Спасибо. Сережа, большое спасибо, что ты согласился сегодня провести этот семинар, я надеюсь, что он не последний в нашей практике. Друзья, большое спасибо за то, что вы пришли. И да, и будет запись, которая тоже будет доступна для всех желающих. Всем спасибо. До свидания. Летра отбай. Пока.